мур привет друг это зверько и гайд на ревортнутого ханза чтобы успеть за всеми изменениями мне помогают записи друзья сегодня это ганмарк который в прошлом сезоне занимал мировое лидерство на ханза и так что же изменили у ханза первый навык и стандарт и в ульте потерял быструю активацию навыка от скорости атаки зато сильно увеличили урон по лорду и черепахи забавно что некоторые игроки все еще забывают об этом вдобавок теперь если применить первый навык во время ульты то ты подкнишь целью воздух внеся немного контроля а демон перенесется вперед что очень удобно второй навык и стандарт и в ульте получил длительное действие если зацепляет какого-нибудь врага что позволяет внести кучу урона даже вне ульты как я и говорил в обновлениях сделали легкое и непринужденное прерывание второго навыка под ультой ульта теперь позволяет более гибко и динамично перемещать либо тело к демону либо наоборот однако уменьшили получаемую кровь во время применения ульты но это небольшая плата за столько плюшек в общем реворк сделал ханза гибче и играбельнее подробнее разжевывать навыки при реворке не меняющим механику не вижу смысла переходим сразу к эмблемам тут конечно эмблема убийцы с первым перком дополнительный навык а вот тут ганмарк рекомендует отойти от традиционного спринта и взять оцепенение почему нет которое можно применять прямо во время действия второго навыка под ультой только учти навык то прервется однако это позволяет сделать связку 2 под ультой оцепенение и накопленный первый навык сборка на старте берем неполный ботинок чтобы двигаться достаточно быстро и легче было украсть вражеский баф после берем лесной нож ведь ханза прирожденный лесник а теперь собираем клинок отчаяния он даст прирост урона и облегчит добивание вражин добираем обувь подходит очередь собрать клинок семи морей фишка в том что применяя на нескольких врагов второй навык под ультой система посчитает что им всем был нанесен первый удар автоатакой и по всем целям придет бонус от семи морей сильно увеличивая урон однако помни что для заряда этого клинка нужно не наносить и не получать урону в течение пяти секунд в общем это оружие врыва настало время добрать полностью лесной меч мачете хищника он даст проникновение и урон вдобавок ускорит фарм теперь собираем бесконечную битву тоже есть нюанс чист урон от мачете хищника бесконечной битвы и красного бафа проходят только по одному противнику зато соло цель нихрена так огребает власт слот возьмем меч охотника на демонов потому что он позволит вырезать толстых противников гораздо быстрее кроме того во втором навыке под ультой он тоже действует все время и на всех противников далее ганмарк предлагает продать обувь и взять я разбер сирка но я считаю вероятность выпадения крита крайне мало поэтому давай продадим еще и мачете и возьмем багровый призрак или можем наплевать на криты и взять удар охотника и трезубец потому что криты не работают во втором навыке а трезубец и удар работают но тут уже по ситуации навыкам будешь бить или автоатакой тактика хитрости и секретики благодаря возможности притянуть тело по нажатию кнопки ханза стала проще осторожно играть в случае опасности не придется ждать окончания крови и тело переместиться мгновенно к демону пушить по-прежнему рекомендую демоном пропушил из безопасных кустов забрал лес и свалил не обязательно начинать бой со второго навыка можно прийти сквозь стену начать с автоатаки а когда противник потратит escape отрезать ему путь к отступлению вторым навыкам если подозреваешь что враг бьет красный баф отведя в кусты просто прыгни туда вторым навыком под ультой в случае чего всегда сможешь вернуться к телу а врагам еще оббегать стену чтобы отомстить тебе мой прошлый гайд был в 2018 году теперь появился речной монстр на котором ты можешь легко набить стаки первого навыка и забрать красный или синий баф противника хороший ханза использует лес противника они свой вдобавок не кормит в бою даже если противник отошел теперь можно добить стаки первого навыка например по крепам прыгнуть к врагу первым навыкам сохраняя второй навык на его полное отступление подвижной цели приходится бойтить на навыки например москова или хаябу нет смысла впуливать сразу 2 пока они способны прыгать и связи конечно полезный герой с неподвижным контролем например минотавр хуфра тигрил из поддержки ангела ханза и хелкарт под ангелой это проклятие тонких стрелков и магов однако ангела это легкий старт и сложная поздняя игра подбирай напарников с толком а на этом про ханза пока все подписывайся на канал жми колокольчик скоро будет гайд по атласу это танк себя хорошо зарекомендовал и чтобы не скучать зайди на мой второй канал с переводами и озвучкой там весело спасибо за просмотр и удачи друг что победить что любого то уже не убить